От сессии до сессии. В морозном январе есть особый день, окрашенный весенними красками и радостным настроением. День студента. Традиционно праздник проходит в период экзаменов, но учащихся вузов это не страшит. Современные студенты, рассказывают преподаватели, активные и деятельные. Успевают все на свете. Сказать, что наш актив каждый год растет, расширяется. У нас огромное количество студенческих клубов и объединений, то есть официальных около 38, безумное количество мероприятий. И всегда есть очень много студентов, которые, причем не только готовы участвовать, но самое главное, готовы организовывать эти мероприятия. Ну а как бы на организацию мероприятий нужно очень много времени, поэтому вот их много. А многие студенты уже во время обучения думают о будущем и начинают строить карьеру. Принято считать, что раньше ребята учились и подрабатывали, а теперь работают и подучиваются. Но некоторые своим примером этот миф разрушают. Екатерина Кольчугина трудится на двух работах, и при этом учеба у нее на первом месте. Я работаю в первую очередь в магазине, и еще я работаю в туристическом агентстве. Я работаю удаленно, подбираю туры клиентам и отправляю их отдыхать. Совмещаю я совершенно просто это с учебой. В свободное время я занимаюсь любимым делом, работой. С каждым годом количество студентов, которые совмещают работу и учебу, неуклонно растет. По данным статистики их уже более 60%. Но еще больше тех, кто решил продолжить обучение и получить второе, а то и третье высшее. В наше время мало одного образования, и для того, чтобы найти нормальное место работы и получать достойное благосостояние, нужно больше трудиться, учиться, больше получать образование. Сейчас много ребят, которые получают два высших образования параллельно. В лидерах такие дополнительные направления, как экономика, финансы, менеджмент и управление. Первое высшее – это теплоэнергетический факультет, кафедра промышленной теплоэнергетики. И второе – это факультет экономики и управления, экономическое образование. Ну, учусь и там, и там, потому что есть такая возможность, и хотелось бы совмещать. И когда я закончу институт, у меня будет уже два высших образования. День российского студенчества всегда отмечали пышно и торжественно. Времена меняются, меняются традиции, но остается суть праздника. Этот день для тех, кто независимо от возраста чувствует в себе дух студенчества. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.